МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СИГНАЛИЗАЦИИ Что общего между авиалайнером и губкой для мытья посуды? Автомобилем и контактными линзами? Телефоном и космической станцией? Он может быть жидким, как вода, или твёрдым, как стекло. Полиорганосилоксан или просто силикон. Материал 21 века. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любое соединение, имеющее в составе кремний, можно отнести к силиконом. Собственно, от английского названия кремния силикон и берёт название вся группа силиконовых материалов. Силиконы имеют колоссальное значение в современной индустрии. Потому что вот если посмотреть вокруг нас, то практически к какому бы предмету современного мира мы не прикоснулись, везде есть силикон. Кислород и кремний – самые распространённые элементы на Земле. Кварц, горный хрусталь, обычный речной песок – везде в основе кремний. Его природные запасы велики и постоянно пополняются. А значит, и ресурс для получения силиконов практически неисчерпаем. Чтобы понять, отчего так популярен этот материал, нужно рассмотреть его на самом глубоком молекулярном уровне. К основной цепочке – кремний, кислород, кремний – могут присоединяться практически любые элементы и в любой последовательности. Это может быть и линейная структура, и молекулярная решётка. Способность образовывать множество различных вариантов химической связи – необычные свойства силикона. Вот в зависимости от того, что за заместители другие, мы будем получать разные классы. Плюс в самом хвосте, в самом начале, в самом конце молекулы тоже могут стоять разные частицы. Вот если там стоит гидроксил OH, то это будет каучуком. Ну и вот сочетание – здесь один заместитель, здесь другой, здесь OH, здесь не OH – и даёт спектр. Силиконовые материалы появляются благодаря сочетанию, казалось бы, несочетаемых элементов. Именно поэтому они и обладают особыми свойствами. Именно силиконы обладают очень высоким и очень хорошим диапазоном температур. От минус 100, даже минус 120 в редких случаях, до плюс 300 и выше. Минус 60, плюс 200 работает любой силикон. Вот любой силикон самый примитивный, ну нельзя сказать примитивный, но скажем, самый распространённый. Резкий перепад между этими температурными отметками – экстремальные условия для очень многих материалов. Но только не для силиконов. Это легко проверить. Температура кипения воды – 100 градусов Цельсия. Мгновенный перепад до нуля, момента образования льда, не оставил на образцах и следа. Эта способность силиконов сделала их незаменимыми в авиации. Самолёт – это действительно очень такой наглядный пример, когда он летит на высоте 10 тысяч метров, там, минус 60, и садится где плюс 30, плюс 50. Где-то в тропических странах, где, возможно, ещё больше температура плюсовая, силиконов всё равно. Он выдерживает эти температуры в рабочем состоянии, он уплотняет то, что нужно. Силиконы добавляют даже в авиационные масла и резину для шасси. В двигателях самолёта – силиконовые прокладки и уплотнители. В кабине пилотов – силиконовые кнопки на панели управления. Все швы в конструкции самолёта абсолютно герметичны, опять же, за счёт силикона. Герметики на основе силикона используются и в строительстве. Ими замечательно совершенно герметизируют окна. Вся промышленность нынешняя, собственно, и смогла подняться. Вот окон, окна эти делают, да, стеклопакеты, только потому, что появилась такая возможность мгновенной герметизации вставляемых стеклопакетов. Чём очень надёжный, долговременный. Вне зависимости от внешнего вида и области применения, исходное сырьё для всех силиконовых изделий выглядит одинаково. Это всегда жидкость. Все силиконы в изначальном состоянии жидкие. Вот как ни удивительно, и то, и другое силиконы. Вот такой твёрдый, видите, который можно шлифовать, полировать, как угодно резать. Это силикон. И вот это силикон, посмотрите. Видите, какой? И вот это силикон, он наполненный. Наполненный, да? Пожалуйста. То, каким будет силикон, зависит от катализаторов. Первый этап – получение силиконовых жидкостей, масел и силиконовых каучуков. Вот на базе этого каучука можно получать разные виды уплотнителей, разные виды протезов, разные виды жидких силиконов, которые вы имеете, разные твёрдости, которые, допустим, используются в нашей промышленности, разные уплотнительные кольца, разные клапаны, которые мы изготавливаем здесь всем, вот на базе этого каучука. Жидкое сырьё примет нужную форму после взаимодействия с катализатором. Пока оно не застыло, будущий силикон можно окрасить в любые цвета. Завершающая стадия – вулканизация. Под действием горячего воздуха силиконовая масса твердеет, принимая вид готового изделия. Если бы я сейчас могла остановить этот процесс и взять вот этот кусочек резинового профиля, то он был бы такой же точно композицией, как та смесь, которая была приготовлена заранее. Сейчас же, пройдя через этот метр тоннеля, мы имеем в руках при 440 градусах, имеем композицию, которая уже превратилась в резиновый профиль. Это уже изделие. Температура вулканизации – верхний предел нормальной работы будущего изделия. По завершении вулканизации форма и свойства силикона будут уже постоянны. Поэтому в вулканизатор масса поступает уже сформированная. Процесс формовки называется экструзией. Он очень напоминает работу обычной мясорубки. Силиконовая смесь загружается в аппарат. Мощный спиральный поршень буквально выдавливает силикон в единственное имеющееся отверстие – профиль будущего изделия. Чтобы сделать деталь другой формы, нужно всего лишь сменить насадку профиля. Так производятся всевозможные медицинские трубки и зонды, шланги для гидравлических систем, изоляционная лента для печей и бытовой техники, которая сейчас почти вся укомплектована силиконом. Например, кофемашина. Отсеки для кофейных зерен изолируются силиконом для сохранения аромата и вкуса свежего кофе. Даже в губке для мытья посуды присутствует силикон. Она сделана из пена полиуретана, которая обеспечивает ей такую пористую структуру. Если присмотреться, станет видно, что пузырьки губки практически одинаковы и расположены ровно относительно друг друга. Это заслуга силиконов. Они умеют контролировать вспенивание. Пена образуется при получении самых разных веществ. При переработке нефти, в целлюлозно-бумажной промышленности, пиво даже делают, и то пена образуется. И чем больше пены, тем, в общем-то, меньше пространства, собственно, для продукта. Чтобы ее разрушить, надо убрать оттуда те частицы, которые заставляют не лопаться, не схлопываться пузырькам газа. А находиться в таком вот вспененном воздушном состоянии. Но как это работает? Наглядный пример – сочетание обычной воды и растительного масла. За счет разницы в плотности этих жидкостей они всегда будут оставаться самостоятельными слоями. Даже если их смешать, вода и масло вновь разделятся. И произойдет это очень быстро. Заставить столь разные молекулы смешаться может эмульгатор – поверхностно-активное вещество, стабилизирующее эмульсии. Здесь они будут равномерно распределены. За счет того, что между ними будет находиться этот эмульгатор. Вот если этот эмульгатор убрать, то происходит схлопывание опять этой системы. Частички масла соединяются друг с другом, воды друг с другом, и получается слой масла и слой воды отдельно. Подобным образом силиконовые материалы действуют на отдельные компоненты пенистых веществ. Эмульгатор в буквальном смысле контролирует диаметр пузырьков. Попробуем рассмотреть сам процесс пеногашения на других системах, на обычном моющем средстве. Вот, грубо говоря, мыло. Взмыливаем. Вот видно, что пена составляет большую часть. Вот жидкость, вот пена. Добавляем наш пеногаситель. Видно, как она начинает опускаться. И увеличивается слой воды. Вот это очень хороший эффект. Силикон участвует практически в любом производстве из пена полиуретана, будь то губка для посуды или оплетка автомобильного руля. Кстати, в автомобильной промышленности силикон тоже успел занять прочные позиции. Если речь идет о прокладках, то он еще обладает такой способностью, он сжимается очень хорошо. Это эластомер. Поэтому при сжатии он сжимается, при распрямлении он, наоборот, раз сжимается. И таким образом он демпфирует все. Он развязку дает. У вас нет никаких нагрузок. Вы тем самым свою машину как бы еще и сохраняете. Долгий срок службы силиконовых деталей в автомобиле обеспечивает не только устойчивость к деформации. Автомобильные силиконы невосприимчивы к маслам и бензину. Это свойство им обеспечивают специальные катализаторы. Видов силиконовой резины очень много. Разница между ними, внешний вид, плотность, набор свойств проявляется только после вулканизации. Этап высокотемпературной вулканизации достаточно короткий. В среднем это всего 10-15 минут воздействия. Время выдержки зависит от типа резины и ее назначения. К разным резинам предъявляются разные требования. Для каждой есть свои точные технические условия. Легко ли рвется? Хорошо ли растягивается? Каков показатель ее твердости? Твердость меряется прибором, называющий шор. Данный материал имеет твердость 60. Записываем в журнальчик. 60. Показатель твердости говорит о способности держать форму. Например, на дистанционном... ...твердые, плохо нажиматься. Но по-настоящему жесткую проверку проходит так называемая изоляторная резина. Так как резина, по идее, должна служить долго и проводить испытания в течение времени ее службы очень проблематично, то условия, конечно, гораздо более экстремальные, чем реально встречающиеся. То есть это гораздо более высокое напряжение. На образцы силиконовой резины воздействует током с напряжением в 3-4 тысячи вольт. Такая нагрузка сравнима с ударом молнии. По технике безопасности просто совершенно необходимо изолировать людей от такого напряжения высокого. С тыльной стороны на резиновой пластинке подается разрушающий раствор. Хлорид аммония для усиления действия тока. Испытание длится 6 часов, после чего оценивается степень повреждения силикона. Чем меньше действий окажет этот ток проходящий, тем, собственно, лучше резина. Все вместе, то есть напряжение, наличие разрушающего раствора и время, имитирует в какой-то степени те условия, в которых может эта резина дальше эксплуатироваться. Это очень экстремальные условия. Подобная ситуация вряд ли произойдет в реальной жизни. Между тем, некоторым силиконом приходится работать только в экстремальном режиме. Например, в открытом космосе. Это настоящие высокие технологии, и производство такого силикона особое. Загружается сюда высоковакуумная жидкость, потом нагревается. В реактор с мешалкой дозируется жидкость. Реактор размазывает жидкость пленкой по стенкам реактора. В условиях высокого вакуума получается испарение молекулы ущества с пленки реактора. И таким образом происходит разделение жидкостей. Жидкость делится на легкую и тяжелую фракции. Тяжелая и есть силикон для работы в открытом космосе. Он способен выдержать температуру от 400 до минус 120 градусов Цельсия. Применяется в качестве смазки в открытом космосе. Например, в сорнированном соединении при открытии солнечной батареи. Также в гидравлических системах космической техники. Первые шаги человека на Луне стали возможны благодаря силикону. Именно из него были сделаны ботинки космонавтов. Новая разработка, которая позволит сделать космос чуть ближе, это получение из силиконов сверхтвердых и сверхжаропрочных материалов. В данный момент, кроме силикона, в космосе ничто не обладает своими свойствами, как вот именно силиконовые такие пропитки. Когда ракета взлетает, через это сопло пламя, идет пламя, и оно не обгорает, не сгорает, и коррозия не происходит совершенно. Оно сверхпрочное, что по твердости не уступает алмазам. Даже можно взять пример и на стекле сделать черточку, как и алмаз. Надежные жаропрочные материалы нужны не только в космосе. Металлургия, автомобильная и пищевая промышленность тесно связаны с очень высокими температурами. Это уже не сотни, тысячи градусов, но силиконом и это по плечу. Новые материалы обладают уникальной термостойкостью, даже, можно сказать, жаростойкостью. Эта величина достигает до полутора тысяч градусов и больше. Вы можете рукой прикоснуться к материалу с обратной стороны и почувствовать, вернее, поверить показаниям наших приборов, что температура практически не изменяется. Отечественная разработка на основе силикона обладает потрясающими теплоизоляционными свойствами. На внешней стороне образца температура превышает полторы тысячи градусов, а на внутренней остается чуть выше комнатной. Такой материал может стать настоящей защитой, например, для легкоплавких металлов. Мы сделаем имитацию комбинированного покрытия из огнеупора легковесного и алюминия. Выдержим нагрев в течение какого-то времени и продемонстрируем разницу защищенного и незащищенного металла. Следует напомнить, что температура плавления алюминия 660 градусов. Совсем недавно в России начали производить еще один вид силикона, главная задача которого – защита. Новая силиконовая резина способна в буквальном смысле спасать жизни людей. Метро, аэропорт, вокзалы при какой-то экстренной ситуации не менее трех часов эти помещения должны снабжаться электроэнергией, там мало ли эвакуация людей происходит и так далее. Они не выделяют токсичных веществ, а наоборот образуется керамический слой, довольно крепкий, который позволяет отслужить, отработать этому проводу не менее трех часов. При обычных условиях она как резина тянется и гнется. При пожаре она дает прочный керамический слой, предохраняющий провода от короткого замыкания. Мы помещаем образец на противень и закладываем его в муфельную печь. Температура в муфельной печи 1000 градусов. И засекаем 10 минут. Фактически силиконом можно придать любые свойства, вплоть до самых невероятных, но только на этапе работы с сырьем. Готовый силиконовый продукт, прошедший вулканизацию, становится био- и химически инертным, то есть не образует новые химические связи. Поэтому силиконом не страшны многие агрессивные среды. Вот эту пластиночку можно положить и в спирт, и в тулуол, и в гексан, и в слабую щелочь, и в слабую кислоту. Силиконы легко выдерживают кратковременный контакт с концентрированными кислотами и щелочами. А в их слабых растворах могут находиться практически бесконечно, опять же не теряя своих свойств. Именно за счет своей инертности силиконы активно используются в медицине. В организме нет такого места или нет такого органа, который бы нельзя было или временно заменить, или помочь ему работать благодаря силикону. Медицинский силикон производится с помощью платиновых катализаторов. Наличие драгоценного металла делает силикон абсолютно безопасным для человека. В биологической среде, в которой могут находиться или протезы, импланты из силиконовой резины, или временно помещены какие-то устройства или инструментарии силиконовой резины, это типа зондов и дренажей, они не вызывают отторжения в организме, они совершенно нетоксичные, по этой причине антиаллергенные. В частности, использование силикона значительно снижает вероятность осложнений после операции. Кстати, некоторые виды медицинских силиконов не требуют высоких температур в производстве. Стадии вулканизации, закрепления формы, проходят при комнатной температуре. В этой комнате производится изделие из жидкого с силиконовым методом обливания. Болванка опускается в состав силиконовый. Количество 13 окунаний. Снова я также буду макать и так до 13-го раза. А в 13-й раз я его просто покручу и потом повешу до полного сахара. То есть до завтрашнего утра. Благодаря силикону врачам удалось победить самое распространённое старческое заболевание. С возрастом у человека теряется зрение. Главным образом из-за помутнения хрусталика. Он становится непрозрачным. Первый, кто поставил силиконовый хрусталик, был наш соотечественник. Очень великий и очень известный отальмолог Фёдоров стали ставить вот такой силиконовый хрусталик. Люди возвращают зрение. Причём независимо практически от возраста. А вот есть такая маленькая-маленькая штучка. Она лежит вот в этой кассетке. Её почти не видно. Это очень крошечный. Там 0,02 грамма. Силикон помогает восстановить зрение не только при оперативном вмешательстве. Ведь контактные линзы – это тоже силикон. Несмотря на кажущуюся хрупкость, силиконовые линзы достаточно прочные. При правильном подборе тончайшие силикон-гидрогелевые линзы не наносят вреда глазам. Мизерное присутствие платины придаёт силикону и заживляющие свойства. От ожогов и шрамов можно легко избавиться при помощи силиконового пластыря. С нами разработаны специальные такие пластыри, мы их называем. Это антиожоговые, на самом деле, повязки, которые очень помогают при ожогах. Для разглаживания килоидных швов после ожога, для разглаживания килоидных швов после операции. У вас есть ожог, и не дай бог, что-то варили, случайно прислонились к горячей сковородке. Если вы наложите такую полосочку из этого пластыря, то спустя очень короткое время вы обнаружите, что у вас никаких следов вашего ожога уже нет. Силиконовый пластырь можно снимать, мыть и наклеивать заново. Можно снимать на ночь или носить круглосуточно. Один такой пластырь служит в течение двух месяцев, что по сравнению с пластырем обычным – настоящий рекорд. Впрочем, долговечностью могут похвастаться практически все силиконы. Под водой и в открытом космосе, на кухонном столе и в человеческом организме силиконы везде работают очень долго и одинаково надёжно. Больше того, я бы сказала так, что силикон только начинает своё продвижение по планете. Это не его, даже не расцвет, это какое-то начало, это ещё, пожалуй, юношеский период. Возросление ещё впереди. Учёные обещают в ближайшее время получить силикон, выдерживающий температуру более 3000 градусов Цельсия. Такой материал обгонит пожаростойкости титан. И это уже не кажется невероятным. Силикон открывают столь заманчивые перспективы, что можно не сомневаться. Новые открытия с их активным участием не за горами. Новые открытия с их активным участием не за горами.